Царь небесный, утешитель души и стены, И жизнь бездетствий, и вся исполняй сокровища благих, И жизни подателю, и и вселися мы, И очистимы, и всякие скреты, и спаси благже души наши. Отец наш небесный, просим Тебя во имя Сына Твоего Единородного, Иисуса Христа, благослови нас на сей занятия. Слово Твое доселяется в нас обильно, со всякой премудростью. И помоги нам, Господи, чтобы мы были не только слушателями, но и исполнителями слов Твоих, ибо блаженный слышащий и соблюдающий Слово Твое. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение, Отец и Святой Дух. Мы остановились в прошлый раз в Евангелие от Макфея, 17 глава, 3 стих, то есть на преображении Господа Иисуса Христа. Итак, с 3 стиха, страница 126, толкование, благослови нас и филакта, 1 тонн. Весьма значимо следить глазами, не просто слушать, а следить. И вот явились им Моисей и Илья с ним беседующие, толкование. О чем беседовали? Об исходе, как говорит Мука, о распятии. Для чего явились Моисей и Илья? Дабы показать, что он есть Господь, закона и пророков, живых и мертвых. Ибо Илья был пророк и никогда не умирал, а Моисей был законодавец и умер. Воскрес Моисей и для того, чтобы, видя Господа во гробе, ты не сомневался в том, что он восстанет. Прежде многих родов умерший, сгнивший и обратившийся вправь, он воскрешен. Дабы ты веровал, что воскресивший многолетнего мертвеца, тем паче может воскреснуть сам в третий день. А кроме того, явился Моисей для того, чтобы показать, что Христос не противник закона и не враг Божий. Ибо иначе Моисей не стал бы говорить с противником своих дел. И Илья ревнитель, не явился бы врагу Божию. Сделано было это и для того, чтобы уничтожить сомнения тех, которые считали его Ильею или одним из пророков. Но почему ученики узнали, что явившиеся были Моисей и Илья? Конечно, не по существовавшим их изображениям, ибо делать человеческие изображения тогда считалось беззаконным. Кажется, их узнали из того, что они говорили. Моисей, быть может, говорил «Ты тот, которого страдания я предобразил закланием Аркса и совершением Пасхи». А Илья «Ты тот, воскресение которого я предобразил, воскресение сына вдовицы» и тому подобное. «Являясь же их ученикам, Господь научал последних быть подражателями первых, быть кроткими и общительными, подобно Моисею, ревностными и непреклонными, когда нужно подобной Ильи, и также готовыми терпеть самые опасности за истину, как тот и другой». Все толкование. Вы сразу поднимайте руку, кто хочет сейчас сказать. Какие-то размышления, кроме сказанного. Повторять, что слышали, не нужно. А как ты видишь это сегодня? Почему вопросов-то нету? Если Слово Божие с нами не заговорило, с нами, живущими сегодня, с нашими знаниями, с нашими амбициями, то оно для нас мертвое. Это было когда-то, да и было ли. Я разговариваю с евреями, а они не верят в это. Это ученики придумали. Никакого преображения не было. Ну а как доказать? Никак. Ибо надобно, что приходящий к Богу веровал, надобно. И верующий к Богу воздает. Вера. Без веры угодить Богу невозможно. А можно ли доказать? Нельзя. Это берется верой, а не доказательством. Вот мы уже поняли на эту тему, разговаривали. Или через это пытаться кого-то обратить. Нет. Павел ни разу в 14-х посланиях этого события не упоминает. Главный миссионер мира ни разу не воспользовался. Я говорю, а как ты будешь доказывать, что вера наша истина? Ну а как, я сразу скажу, у нас мощи, и от мощей чудеса истекают. И там миры течет, и люди мажутся, там частицы. Я говорю, какие частицы, ищи их. А ты знаешь, сколько исцеляется у мусульман от своих мощей? Сколько у буддистов исцеляется? У них не просто мощи, они как живые лежат. Их щупают тела, как будто кровь пульсирует. Ну вот приезжает оттуда, он все время ездит, командирор Георнест. И он говорит, как были к этим пещерам, где лежат их покойники. Мы подходим, говорит, ничего нету. И нас отбрасывает, невидимо, ни ветер, ни ураган, сила. Какая энергетика там от них идет. И только избранным это показано. И они лежат до времени, должны воскреснуть. Все эти махатмы. Так что доказать ничего нельзя. Если мы знаем истину, истина эта проявится в делах. И люди, видя это, увидят город на вершине горы. Я рассказывал, как в Японии проповедовал один, и рассказывал, какой Христос. Как он кроток, смирен сердцем. Как он заботился о всех и о прокаженных. И один японец сразу же встал и говорит, а я его знаю. Я с ним встречался. Как? Это сосед наш. Вот все, что вы рассказали, он все так и делает. Вот знали этого соседа, христианин. Настоящий христианин. Вот и все, он Христа встретил. Да как так, человека и Христа. Не знаю как. Бог необъятен. Миллиарды вселенных, а одна вселенная, это может быть миллиард световых лет. И они все ничто в сравнении с Богом. И он, однако, говорит, посетил, больного посетил меня. Златовоз говорит, он на размер койки. Он так сам сказал. Да как так, вселенная, мир не может вместить, а вмещает. Тебе не надо рассуждать, сказано было. В нем я живу. Сегодня читали, вы храм Бога живу, а храм все свят. И кто разрушит его, того покарает Бог, покарает. Никакого покаяния самоубийцам нет. Даже совершенно у тебя невыносимое положение. Уйди где-то, скройся, помолись. Зайди под дерево, где тебя Господь увидит, как на фанаила, по смоковнице. И вот здесь об этом говорится. Моисей и Лилис с Ильей. Он увидел в этом что-то. Это наше рассуждение. Я хотел сказать, что сатана все копирует. Вот так читай. Они берут машину и туда одну детальку вставляют свою. И все это нельзя делать. Ну, патент они не покупали. Копируют и все издают. Туфли где-то купила какая-то. Посмотрели, это лучше. Потому что они делают все. Ну, гвоздик с другой стороны там маленько подправят. И все, это наше, это наше. Все. И поэтому Китай так быстро поднимает. Они патенты не покупают. Все утюги из велосипеда. Ну, все сделано так. А ножовка одного пользуется. Затащить нельзя. Купили, я не знаю, как всегда. Решил точить, потащил, она из строя вышла. Ей не развод дать нельзя ничего. Понимаешь? Все разного пользования в мире. Вот я сейчас обернулся, на окошке лежит газета. Я покажу, что это означает, увязанное с этим. Газета называется «Завтра». Кто знает, кто ее учредитель газеты. Поднимите руку. Видите, даже не знаете. А «Завтра» название почему дано? Будущее, значит. То есть сегодня нету, завтра. Это коммунистическая партия Российской Федерации, КПРФ, выпускает. Газета «Завтра». А говорит, не хвали завтрашним днем, вы не знаете, что он родит тебе. Я посею, я поеду. Будет ты, который не знаешь, что будет завтра, Яков говорит. И это надменность перед Богом. Пшик. Вместо того, чтобы говорить, если Богу будет угодно, и живы будем, то поедем и сотворим то и другое. Газета «Завтра». Газета партии самой кровавой мировой истории, которая уничтожала свой народ. Свой народ. Гитлер сделал благо своему народу. Из нищеты, из бешеной инфляции поднял. Все стали жить хорошо. Здесь наоборот. Полностью класс священников уничтожить. Дворянство, офицерство. Все уничтожалось. Интеллигенция. Ну, вы знаете, кто считал Ленина, там написано. Что такое интеллигенция? Ленин пишет «Интеллигенция-это говно». Без всяких предсказулек. Произведение Ленина. Сочинение его. Что-то правильно может быть. Но само по себе определение всей интеллигенции. Так куда же вы-то нашли? Вот смотрите, какие заголовки. Чудо над Донцом. А что божественное? Второй заголовок. Истоки Отечества Небесного. Да нам как раз это и нужно. Вот огромная статья. Вот видите, газета какая большая. И это тоже говорится о храме. Слово Христос вообще не встретил. Нету? А здравоохранение, здравоохранение, вот прочее. И это тоже. И все подмыливается, чтобы и церковь принимает их. И священник выходит и говорит, голосуйте за них. Сто миллионов жизней моих солисты. А газета за какое число? 2007 год, январь. А числа нет. И про Украину хорошо, никто не знал, что будет. Сделаются врагами. Сейчас накапливают силы перед Крымом. Идут и идут туда, говорят, эшелоны. И уже ответа начинает говорить, если вы сонетесь, то у вас даже расписаться за прошлое не хватит сил. Эти уже угрожают. Вы держите ту территорию, которая есть. В Донецком все ушли навсегда, говорят. Это сегодня они уже перепалку ведут. Мы стоим на грани дымящейся головни, на грани пропасти. А вот все обещания. И участвуют там священники в Московской Патриархии. Истоки Небесного Отечества. И какие пересвет организации ребятишек учат воевать. Они избавили их от бездны наркомании. Без Христа. И Царство Небесное без Христа. Это как кто строит? Завтра. Завтра. Коммунизм будет завтра. Хрущев сказал, нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. 1962 год. С 1982 года мы уже в коммунизме живем. 92-й. 1002-й. 12-й. 30-й. Уже 4 года мы живем при коммунизме. 34 года. Вы даже не знаете. Вот теперь на это и посмотри. Какое дали преображение. И что интересно. Путь подняли. В день преображения. 19 августа. Я как сейчас помню. Мы с батюшкой здесь были. В 91-й год. Только-только первый год еще. Сарай. Дома нету. Мама там молится. Сарайки. А мы в лагере. Ушли собирать шиповник. К лагерю подходим. Музыка играет. Откуда музыка-то? Подходим ближе. Бобик стоит. Машина такая крытая. Бобик называлась. Игонин Валерий Григорьевич. Он был в то время председателем колхоза. Кадникова. Рядом. Или главный там зоотехник. Сейчас он главный зоотехник района Мамонтовского. Веселые с ним какие-то женщины. К власти коммунисты вернулись. Теперь мы демократишкам наведем порядок. Один из таких говорит. Теперь до самого севера все рвы засыпем этими трупами. То есть опять за то же. Ничего не будет. Да теперь все в магазинах будет. А тогда мыла нет. Спичек нет. Все по... Помните, по квиточкам надо было где-то. Люди продавали друг другу. Я говорю, а где возьмут? Есть запас государственный, стратегический. И на сколько хватит? Ну на сколько, не знаю. Три месяца. Три месяца. И через три месяца уже в армии не будет супу. А в то время со своими чашками, тарелками. Нужда была такая. Ходили. Сын ушел в армию. Шинели дают, пуговки хватило пришить. Из дома пуговки присылали. И ремень старый отцовский. В армии вот до какого состояния могли довести страну. Полный развал. А что, царство небесное пообещали? Получайте его. Полной меры. Вот теперь это преображение началось. И только сейчас маленько-маленько как-то что-то поднимается. Мы много будем говорить на эту тему. Везде обман. Везде подделка. Подделка. Истоки Отечества Небесного. Ну покажите, кто хозяин этого Отечества Небесного-то? Нету. Как оно достигается? Нету. Слово Христос исключено. А Павел говорит, для меня жизнь Христос. А смерть приобретение. Хорошая газета. С седьмого года даже никто не знает, кому она принадлежит. Храмы, камни, люди строят на Украине. Ничего нету. Вечно только то, что написано в этой книге, называемой Благовестие. Благая, добрая весть Евангелия. И вот это утверждение на горе Фавор было для апостолов. Мы и так верим. И что там говорят, толкование. Да, так все и было. Но за этим еще что-то есть. А что? Попытка изоляции. Петр выдал. Давайте три кущи сделаем. Ну шалаши. Какие там? На вершине. Там что думаешь, доски сороковку привезли что ли? Ничего этого нет. А вот кущи построим. И тебе, Господи, один балаганчик. Или и... А о себе даже не сказали. А вы-то трое где? Да мы уж под смоковницей переспим. Понимаете, какое детское рассуждение. Господь говорит, там болящий, там бесноватый. Надо идти помогать. Все. Попытка построить монастырь кончилась полной неудачей. Фиаско. Потерпели. Нам сегодня нужно узнать, как это преображение отражается на нас. Как нам помогает Моисей. Пятикнижие Моисея. Хотя оно не все ему написано. Но не можем писать о своей смерти сам, как там написано. И Илья вообще не писал ничего. И Илья только ходил, грозил, сжигал, казнил. Это мы привыкли. Илья, Илья, Илья. Когда если бы он пришел и Илья нас тряхнул, от нас бы ничего не осталось. Когда Господь через всю страну его проводит, в Салепту Сидонскую. Зачем? Чтобы он увидел, что по его молитве. Бог сказал, дождя не будет, пока он не помолится о дождя. Он идет, видит люди, скотину держат, кормить нещем. У нас дожди залили, а у них кормить нещем. Так. Это не все еще. Смотрит, год прошел. Год. Ни одного дождя. Второй год. Ни одного дождя. Скотина дохнет. Садь посылает, найдите где-то ручей, пруды где-то за прудами. Жаль или лезь. Ну, может, Рыжковский какой-то там где. Никого нигде нет. Одна дохлятина валяется. Скотомогильник из всей страны. Третий год. Илья не сдвигается с места. И здесь показано жестокосердие человеческое. Сказано, ну, жалься, ну, помолись. Нет. И не будет дождя, пока не помолюсь. Третий год. Четвертый год пошел. Первый месяц. Второй, третий. И он идет смертью везде. Дышит ветер. Дышать нечем. Пыльные бури. И он прошел по всей стране. Его прогнал Бог, чтобы увидел плоды молитвы. Ну, как? Молчит. Ну, там, давай, иди. Поговори с ней. Она говорит, в катке есть муки на одну лепешку. Вот сделай мне и принеси. Так мы с сыном умрем. Вы понимаете? Мне сделай. Мне. В первую очередь мне. Я так дорогой устал, искачу. Это тоже было испытание. Это все уроки для нас. И как он посылает отрока. Отрока выходит. Первый раз ничего нет. Ну, встань, посмотри вокруг. Нет ничего нигде. Солнце палит. Дым какой-то. Наверное, где-то тайга горит. Вот как сегодня все. И, наконец, посылает. Какой его раз? И он говорит, облачко величиной с ладонь. Он смотрю, говорит, запрягай. И что интересно. Сам-то сколько постился. Какой он думал, поджар. Можно вообразить. И бежал не сзади держался, а впереди колесницы. И бежал из Реэля. Это не рядом. Я точно не могу назвать, но там не два километра. И впереди колесницы бежал. То есть, страна стояла на грани исчезновения. И дальше все опять возродилось. А какой урок отсюда? А он придет еще один раз. Он нам покажет. Илья придет перед старым пришествием Христа. И будет нарывы на людях. Никакие чипы не помогут. Все вздуется. Солнце будет сжечь. Облака как взнузанные будут лететь. Небо как метит. Земля как железо. Это он истолковал. И прям серен. И нету. Мать охапает дочь, что изобнимет. Дочь и падут обе мертвы. Как листья в осенью валяются, так будут трупы. И каждый примет печать Антихриста. И тем поек даст. И последний, когда примет, мне монашка рассказывала. А он подойдет, а его нету. Весь хлеб Бог сделает так, чтобы превратиться в отхожее место. Одно зловоние будет стоять. Это уже толкует как. Где я возьму, если небо не дает. И все поймут, что он немощный. А обещал, воскрешал, горы сдвигал. Это Антихрист где-то. И ничего нигде нету. Это все в этом находится. Вот то, что он явился Илья. Этому верить надо. Третья книга Царства, 18 глава. Но мне какая польза? Польза сегодня, чтобы жить в страхе Божьем. От нас ничего не зависит. Ну были дожди, скосили, поросло, бросили. Там наполовину собрали где-то. Да трава такая, только уж при смертной опасности будет сживать ее там коза или корова. Все полузгнившее. Почему? Чтобы не в нас сила. И ты пропеть должен. Ты дивно великий, тебе за все слава. И за суды твои. Это суды твои над землей. И я буду благодарить тебя и прославлять. Семь раз в день. Не за то, что даешь, а за суды. Мы-то славим, когда слава тебе, Господи, пронесла беда мимо. Слава Богу, доехали. Слава Богу, выздоровели. А здесь за суды. Кто не знает, 118 цолок, 164 стих. Ежедневно, 7 раз, встать на молитву. За суды. За кару. За майдан. За все, что происходит. За Сирию. За ИГИЛ. За Едиш. За все, что идет. Что надвигается. Почему? Полная отдача. Мы сегодня это слышали. Все временное. И не будет разница между князем и рабом. И никто никому не поможет. Ни отец, сыну, ни сына, отцу. Ни мать, дочери, ни дочери, ни дочери, матери. Сегодня нам в храме считали проповедь святого Иоанна Златоуста. Никто никому. Но вот с этой позиции и надо заходить. Не лгать. А сегодня умудряются. В истоке Отечества Небесного. Идут, причащаются. Уполномоченные по религиозным культам самые ярые против веры в Божию были. Главные, которые наблюдали. Обычно это были генералы КГБ на пенсии. Я гляжу, он стоит в церкви, причащается. Я подхожу, Александр Петрович. Седишев, фамилия его. В Барнули. Я называю, потому что это факты. Бояться тут некого. Вы что? Я причастник сегодня. Я говорю, а вы пост одержите? Ну мне батюшка разрешил, я пощусь, а курочку ем. Курочку он ест, постится. То есть они создали для себя вот эту карманную патриархию. Все разрешается. Разрешим грех и откроем ад. Ад откроют они. Они не понимают ничего. Ты, говорит, избери такого наставника, строже которого нет во всей вселенной. Тогда тебе немножко двери приоткроются. Как Герман сказал, неудокие. Ты, говорит, в тем дне не пей, не ешь. И тогда увидишь врата небесные открытые. Тогда с тобой ангел заговорит. Ангел явился и повел ее. И в дальнейшем мы знаем, какая это будет мученица. Какая христианка. Почему? Потому что там, за стенкой ночуя, он громко пел псалмы. Не сопел, как наши, выйдет, бормочет под нос себе. Он там ночью не давал спать другой. Как сегодня дома-то, хрущевки, там все слышно. И он пел, она слушала. И утром послала служанку узнать, кто там это говорил. Он на страшном суде все говорил. И будет суд Божий. И небеса воспылают, и земля загорится. Как ответим тебе, она сидела, блудница. Это единственный раз в житиях встречается, где описывается ее имение. Имение ее соперничало с именем царя. Одна могла город восстановить. Перечисляются сундуки с золотом, с серебром. Сколько у ней было? За одну ночь с ней платили миллионы. А служанка узнала, пригласила, и он пришел. И стал говорить, а кто там? Она говорит, я самарянка. И ты ничего не знаешь о Суде Божьем, что мы временно? Нет, не слыхала. Она думала здесь, Бог дал ей красоту, и она ей торгует. Нет, не так будет. Мы умрем, превратимся в гниль червей. И будет суд Божий, снова все соберется и восстанет. Ой, Евдокия. Подумай о себе. Где тут написано про Евдокию? Где это завтра, завтра, завтра? Обман. Обман. На одной лжи. Был такой человек, я его не буду называть пока. Кто может знать. Он занимал очень высокий пост в государстве. Как у нас Суслов примерно, Михаил Андреевич. И он говорил, чем чудовищнее ложь, тем скорее поверят. Чем чудовищнее ложь, тем скорее поверят. Записывай, в кавычки возьми. Кто это сказал? Гебельс. А? Гебельс. Гебельс. Министр пропаганды Гитлера. Тут более чудовищная ложь была. Бога скрыли. Барбочет, как заклинатели. Ничего никто не знает. О Христе расскажи, зачем мне это все? Храм какой-то построили, стихотворение, он белый. Ну, белый, еленый или голубой, зеленый храм. Что мне из этого? Если я умру, с собой не возьму храма. Не хотел бы я бесплодным к трону Господа прийти. Хоть одну хотел бы душу, сноп один в руках нести. Так? Одну. Кто обратился? Может через Дворкина кто-то пришел? Или еще от этого ударства, которое в нашем ролике поддели его. Предатели и наглые люди. Они ничего не могут сделать. Перед Богом только смиренные возносят главу. Надеющиеся на Бога. Полагающиеся на Него. И преображающиеся во свете славой Его. Считай. Четвертый стих. Присем Петр сказал Иисусу. Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь трекущее. Тебе одну и Моисею одну. И одну Ильи. Полкование. Петр по великой любви к Иисусу, не желая, чтобы он пострадал, говорит, хорошо нам здесь быть. Не ходить и не предаваться на смерть. Если бы кто и пришел сюда, у нас есть помощники. Моисей, Моисей и Илья. Моисей одолел египтян. А Илья огонь свел с неба. Такими покажут себя они, когда придут сюда и наши враги. Так говорил он от великого страха, сам не зная, по замечанию Луки, что говорит. Необычий, необычайность видения так поразила его, что он сам не понимал надлежащим образом своих слов, желая Иисусу остаться на горе. И не уходить и не страдать за нас. Впрочем, боясь показаться своенравным, он говорит, если хочешь. Виктор, вот по прошлому стиху вопрос. Тут опять Ирак говорит. И подделать человеческие изображения тогда считалось беззаконным. Но потом церковь приняла. По истории-то с какого времени приняла, чтобы можно изображать? Ну, святых. Понимаешь как? Тут надо понимать, что такое небо и земля. И когда Бог давал план, чертеж храма, то говорит, сделай по образу, виденному тобой на горе. И открыл ему, и он видит небесный Иерусалим. И видит там херувимов. И он их изображает. Человека ни одного не было, их там и не было в храме. И как только первый человек вошел в рай, а по образу небесного, можно изображать. С какого момента? С разбойника. Вот с этого момента можно изображать. До этого никого не было. Не было ни одного. Все были в других местах. Не он креститель. Если Божья Матерь бы умерла, и она бы там ни была. Все доедино. Написано, все лишены славы Божьей. Нет праведного, нет ни одного. И не надо выдумывать, фантазировать. А так как у нас по образу небесного, а мы знаем, теперь души идут к Господу, и церковь приняла, потому что ничего другого и не было, как по образу небесного. Это очень просто. С момента искупления, с момента жертвы Иисуса Христа небо открылось. Иисус взял грех наш на себя. Мы это делали беззаконие. Грехи наши разделили нас с Богом. А Сын Божий пришел и говорит, я беру на себя ваш грех. Я отвечу за вас. И вы спасетесь через веру. Только поверьте в это. Мы спасаемся не делами. Ты день и ночь можешь молиться, причащаться каждый день, и не будешь спасен. Главное, это родиться свыше. Главное. И второе, быть Вадимом Духа Божиим. Чтобы сделаться храмом Божиим и иметь Духа Святого. В Духе Святом. Вот человек бывает настолько огневается. Я не прощал, и не прощу ему ни в 7 веке, ни в будущем. То есть совершенно потерял направление. И внезапно смерть. И в Агре. Как они там с кем сражались? Жития святые, говорит. Он умолял его, прости меня, прости, пресвитера. Но не простил его. И ангел тут же его убил. А тот лежал больной, тот сразу встал здоровый. Он огневался на него. Огневался на пустяках. Я вот знаю, некоторые нападают в интернете. У меня есть там Скуратовский. Вот сейчас вот этот выступает где-то. У меня мысль такая, они перешли грань, из-за которой возврата нет. И встречаю слова Исидора Пелосиота. Ты их себе запиши. Исидор Пелосиот. Это там 7 век где-то. Он говорит, в кавычке открыто, предвзятость не дает здравого мышления. Предвзятость. То есть, ну я против, мне не нравится, как ты позеваешь и все. Не нравится. Просто я предвзято, я заранее знаю. Что не скажу, я буду против. А дальше, запятая. А злоба вообще отнимает разум. Озлился человек. Ему хоть что говорю, он не понимает. Он дал думу. Ну нет этого, нет. Вот он сейчас выступает, этот, там, у Дарсов, Евгений. Мы учим детей лицемерию. Это подумать надо. Мы учим их лицемерию. И учу я. Как я их учу? Никак. Он доказывает? Нет. Когда у нас строго за это наказываем. Должен искренне быть свободным, чистым. А почему? А мы убегаем от родственного отзора. Да мы и обязаны убегать. Потому что они грозят детям. А мне дали, мне детей дали родители. И они мне звонят и звонят. Не отдавайте моих детей ни в полицию, никуда. Они нам грозят прокуратурой, здесь отнимем детей. Я говорю, будьте спокойны. Мы молимся. И молитесь вы. Ни одного ребенка никому не отдал. Всех отправил домой. Все благодарны. И сейчас, со шарашного дня, начинает снова прокуратура искать. Родителей вызывать. Они в панике. Что у нас детей отнимут? Вот это да. Прокуратура призвана защищать, а не пугать. Забыли все, сбились с пути. Итак, мы услышали добрую весть, что Христос придет. Говорили об исходе. Понимаешь, исход. Исход это не радость. Если по-мирскому так говорит. Исход из этой жизни. Это смерть. Но день смерти лучше дня рождения. Видите, в Новом Завете как. Смерть вообще все отнимает. По-христиански смерть приносит все плоды, которые ты посеял. И через много дней хлеб твой приплывет к тебе, и христиан говорит. Ты жертвуй. Ты помогай. Ты давай. А когда умирать будешь, это все приплывут твои арбузы. Все твои дыни. Все твои огурцы. Да еще кому передавать. Мне передали недавно. Одному тут помогли. А вот что-то не мог справиться. Там банку перегрел. Огурцы, я так сказать. Не туда помидоры где-то. Родные они взяли. Взял их на помойку, все выбросил. Ни одно ведро. Наших потерявских помидоров. Лучше которых трудно найти. Во-первых, никаких нитратов. Экологически чистое место. Ничего нет. Я не хочу называть, вы знаете, кому и все. Это знает все. При слушании можно сказать, вот так. Ну а как? Ну как, перед Богом все. Перед Богом. Надо научиться не капризничать. За самое малое благодарить. Даже гнилое. Даже червивое. Вырежь, что можно. Не будь хуже червя. Червил не роптал, а ты ропщешь. Говорят, растерзанного звероядину нельзя есть. А птица поклевала плоды. Можно есть после нее или нет? Ну бывает, поклевает там маленько арбуз или яблоко. Можно ли? Там написано, зверь. А птица это не зверь. Можно. Ну можно быть. Но если это зверь попортил, допустим, мышь погрызла морковку. Сейчас ты грызет. Смотри, будь осторожен. Эта морковка обязательно должна быть сварена. Иначе ты будешь тяжело болен тулеремией. Да. И она у нас зашли сейчас. И она макушку морковки. Одну, вторую, третью. Взяла бы да одну, ела неделю-то. Ну подряд все грызет. Значит, эти морковки отдельно держи. И ты это где-то крошить там. Ну где варить тебе надо. Там они ничего уже нету. Говорит, я с людьми этими знался. Я видел, как они болеют и как долго лечатся. Погрызенной мышами. Со слюной ее тогда попадает эта зараза. Почему? Не могу я сказать. Вот понимаете, сейчас вот у нас в огороде растет все. И вдруг тяпнул мороз сейчас. Ну, Господи, ну не успела поспеть. Бегут там, собирают дома, расстилают. Половина идет. А дальше идет прекрасное. Бабье лето. Солнце светит. Все растет. На огороде кое-что не досмотрел. Ну, зачем? И каждый год это одно и то же. Я не могу ответить на это. Я знаю, судьбы Божьи неисповедимы. Ну, Господи, ну пускай бы так мороз стякнул где-нибудь там в ноябре хотя бы там 29-го. А то где-то в августе прям уже. Раз, все замерзло, листики повяли. А дальше опять идет все нормально. Когда на огороде ничего нет, а где что теперь нам отрезать? Понимаете, есть такие вопросы, которые трудно ответить. Но если ты верующий, ты знаешь, у Бога плохой погоды не бывает. У него всегда хорошее. Ты это прочитал, и видишь, преображение дает смысл. Я думаю, а о чем они разговаривали, ученики? Вот, просто, когда они сошли с горы, и потом, ты действительно видел? Да, видел. Может, ты же спал, ну, да проснулся, увидел. Может, это во сне было. Ну, как обычно-то бывает. Сегодня так же. Я не могу понять, во сне у меня или наяву было. Я утром встал и есть не хочу. А у бабушки там свекла была наваренная. И мне показалось, я ночью ел. Свеклы нигде нет, я с этой, я не вставал, думаю. Было такое у меня. Один раз. А это не во сне, это реально было. И они передали слова и беседовали об исходе. Исход из этой жизни. Исход Христа, то есть, это Голгофа. Как возьмут, распнут. И нельзя было Христа удержать от этого. Самые грозные слова получил Петр, когда попытался. Господи, ну не ходи на казнь. Пусть с тобой не будет. Он сразу же Господь, прям мгновенно ответил. Отойди от меня, сатана. Такой апостол, такой ревностный. И хотел добра, и вдруг сатана. То есть, смотри, где сатана вкрадывается. В самое благие намерения. Ты учи детей стойкими быть. Верными, свидетелями Иисуса. Вот тогда это будет думать о небесном. А земном, ты промолчи там, окончи университет, а потом будешь где-то говорить кому-то. И тогда не будешь, работу будешь бояться терять. Потом забота о жене, а потом о детях. И будешь так каркать до осени, а потом никому и не нужен. Тебя Бог призвал, ты сразу выступи и скажи. Выступи. А меня повлекут, меня в прокуратуру. Нигде не лгать. И всюду Христа. Спрячься за Него. Меня Христос защищает. И ваших угроз я не боюсь нисколько. Как говорит, и сдохла собака за хвостом в яму. Уже ничего с тобой не сделают. Чего ты грозишь мне? Чем? Заключение? Я умереть пришел, а вы-то у меня заключение какое-то смешно. Ты скажи, я Иисусом принадлежу. Ни вам, ни себе. А Он мне повелевает. Никого не бойся, дитя мое. Яко с нами Бог. Покоряйтесь языки. Не ты язычникам покоряйся, а покоряйтесь поем, язычники. Покоряйтесь языцы. Ты вдумайся во все это. Наше богослужение-то это проповедь, как Пеофан Затворник говорит. Сплошная проповедь, но никто ее не понимает. Понимаешь, все это уже пройдено. И вот это преображение, о чем мы считаем, делает такой поворот, толчок. Верить ни на чем не основано. Не говори фавор, не знаем. Не написано, что на ней. И пост какой-то. К чему пост этот? Я православный. Я за все богославлю. Что-то Бог хочет хорошее мне сделать. Вот так сам себя, говорит, накачай на это, настрой. Пошли дальше. Пятый стих. Когда он еще говорил, все облако светло осенило их, и все глаз из облака глаголища, и все есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте толкование. Пятый стих. Пятый стих. Пятый стих. Пятый стих. Пятый стих. Пятый стих. И Сергей из Пенербурга, мы с ним в скайпе разговариваем, он был там у Павла, баррикадная 34. И этого мы фотография есть, и он имел встречу с баптистами. Молодежи много ушло к нему. Он их научил всех, когда они принес, говорит, бутылки у него, вино. Он говорит, у нас у православных это разрешено, и на самом деле разрешено. Ну ты же, а у них родители баптисты, да баптисты там с ума сходили, и ничего не могут сделать. Молодежь прямо к нему переходит, слышала? И ничего нельзя сделать. Тоня говорит, я встречалась с ним, мы сидим в комнате. И он говорит, вот вы верите, что мне это от Бога дано? Ну как поверить? Вот сядьте, сидите спокойно, это комната ваша, ваша. Он так вот открывает дверь, так, давай, плыви. Чего плыви, друг, огромная рыба плывет, говорит, хвостом шевелит через стенку и пошла дальше. Ну видели? Видели, теперь выйдите на улицу, посмотрите на облака. Мы, говорит, на облака смотрим, он сидит ноги свесел на облаке. Его Сергея звать. Есть даже у меня фотографии, мы у Павла там фотографировались с ним. Как он мог это делать? На облаке. Это реальный человек. Я этого не видел, я говорю только со слов Антонины Георгиевны Баклановой. Вот такое дело. То есть сатана все может делать, кроме одного чуда, и вы знаете, как он. Знаешь? Сатана не может сделать, горы будет передвигать, то есть призрачно. Но одно чудо даже призрачно не сможет сделать, только одно. И все это будет сделано для того, чтобы сделать безмолвным врага и мстителя. Библия так говорит. Он не может это сделать, когда он замолвки язык проглотил. Сделать его безмолвным. Враг и мститель. Когда дети закричали осанна вышних. Благословение грядущего имя Господня. Он не может сделать, чтобы младенцы закричали это. Взрослые будут кричать, попы будут кричать. Монашка тут пишет одно видение сейчас. Монахиня, молятся, там все, говорит. Я вижу, говорит, наши священники, видение там или сон. Идут по дороге, толпа народа за ними. Друг остановились все. И спрашивают, что остановились-то? Ну я, говорит, маленький из-за стороны-то вышло. А попы стоят на середине асфальта, ризы задрали и оправляются. Оправляются, нужду справляют. Здесь такое описывается видение Иоанна Кронштадтского. Как служат в церкви, и как чаша приезжает. Там жабы, разные насекомые ползут. Вместо креста пятиконечная звезда висит. Ну кому есть, и попы. Там туда специально направляли такое. Это все уже описано. Почему так много говорили. Храмы будут украшать, золотить купола. Но ходить в эти храмы нельзя будет. Это и Лаврентий, Черниговский, Кукша. Все говорили об этом. У меня целый список, кто это. Несто, там, какие, даже эти, сербские, греческие, признанные монахи. Будет время. И все спрашивают, ну когда это время будет? Не знаю. И будут символ веры содержать. И уведут людей. Ну а как узнать? Жизнь не во Христе. Вот сегодня берешь старковную газету, она почти вот такая же. Липа. Подделка. И везде подделка. Вот этот выступает, который ролик про нас поставили. Он в виду неверующий. Он с искаженной, испорченной совестью человек. У Дарсов. С Кемеровской епархии. И он никогда не видел. Ему это не надо. Он еще налопался в корыте. Говорит, перелез передними, перелезай задними. Для него уже ничего святого нет. И он бормочет, что попало. Злоба вообще отнимает разум. И как? Да он в системе находится. Ему сказали, он это сделал. А после его похвалили. Ну Женя, ты молодец. Ну ты врезал там Лапкину. А он еще не знает, что за этим будет. За каждое слово. Как Григорий Низкий, брат Василия Великого, говорит. Который воплощается. И не возвращается. И придется ответить. И слова наши представлены перед Богом, как живые. Это свидетели будут. Свидетели. Слова наши. А он говорит. И он видел. Нет. Он что-то может сказать по учению. Нет. Может защитить свое безумие, что в церкви делается. Подряд всех причащают. Забор 10 дней импетимю не дают даже. Хотя 10 лет положено за один аборт. Правило Василия Великого второе. Женщина, убившая младенца в очреве, отлучается на 10 лет. Ничего нет. Убийцы там в тюрьме приходят, всех причащают подряд. Женская колония намного страшнее мужской. Насколько женщин отвратительно себя ведут. Священник пришел, причастил всех. Не причастил человек только 12. Почему на работе были? Это же игра. Но он же в тюрьме. Но где ты нашел, что если он в тюрьме, в лагере, то его надо причащать без эпидемии. Откуда ты взял? Он пришел, крестит. Я в тюрьме работал 17 лет. Это не 2 года. Это молодая жизнь. 17 лет. Так я то делал, что ни одному не дозволено было. Ни одному. Я работал с их делами. Мне давали как следователь. Это вообще никто не слыхал, почему у меня близкий был прокурор края. Мне приносят дела, я выбираю. Трудное такое дело. Их 5 человек за убийство. Я разговариваю, их ко мне приводят. Я не следователь. И до суда трое освободились. До суда. Понимаете, я когда рассказываю, я имел доступ к смертникам, приговоренным к расстрелу. К ним туда попадал. Тогда начальник тюрьмы, тогда был Анатолий Иванович Клименко. И он говорит, пока я стою на этой должности, начальник тюрьмы, вы никогда туда не спуститесь. В подвал. А там специально за своими решетками, с собаками там дежурят на 10 запоров. Приговоренные. Я пошел по Роскуну Юрию Федоровичу, прокурор края, генерал-лейтенант. Я говорю, Юрий Федорович, я так хотел с этими поработать. Будь спокоен. Так, что у нас? Послезавтра приходи. Послезавтра, да, я прихожу. Двери все открыты. Меня заводят, запускают. Я беседую. Беседую даже с Маслищем. Его дело вел или знал хорошо Севастьян. Он сидит. Их посадили два, оба убийцы. И один из них, второй. И говорит Маслищу, сколько убил, он перечисляет тут-то, так-то. Купались тут. И одна девушка отошла, как бы по нужде в кусты-то. Ну, я сносилищал ее, задавил ее и все. Когда нашли, она уже мертвая. Там другой, товарища было. Я его зарезал. А этого я отравил. Он говорит, Саша, вот это, вот это зря убил. Можно не убить. Сам убийца. Этого было достаточно, чтобы он теперь этого приговорил к смерти. Ночью его задушил. Шариковая ручка, пол наточенная. Вскрыл грудную клетку, вытащил печень, там сердце легкие. В кружке варил одежду. Жгут и варят. Варил и ел. Маслищ, кажется, Андрей. Фамилия-то масляная какая. Его лично знал брат Севастьян. И я с такими беседовал. И что они обратились. А вот это-то не я делаю. Это Бог делает. Наше дело быть свидетелями. Вас поведут перед судьями для свидетельства, не для обращения. Поэтому миссионерские отделы нельзя создать. Миссия-то труд Духа Святого. Можно проповедовать. Гитлер был хороший проповедник. Ленин был прекрасный проповедник. Идеи коммунизма, фашизма. Благовестники-это проповедь Евангелия только. Проповедники хорошие и у мусульман, и у буддистов. А благовестники только у христиан. Благая весть. Христос умер за наши грехи. А миссия, когда Бог открывает сердца, миссионер, они этого не знают. Вот на интернет, вы знаете, что такое. Вот на меня она выходит. Дома там что-то она делала. И вдруг как-то толкнула. Как-то она рассказывает. И вышла на меня женщина. Я, говорит, хотел, нужно больше никогда не заходить. Столько там гадости. И вдруг на вас нашла. И вышла на разговор. А сама казашка. Казашка. И уже попала к свидетелям Иеговы. Мы с ней раза два-три побеседовали. А она полностью перешла. И вот недавно приняла крещение. Она хотела приехать. Но у матери ее инсульт. И она, говорит, дочь у нее. И поэтому я с ней в больнице была. Приняла крещение. Кажется, две дочери и внучка приняли. Райхан Джайнакова. Райхан, говорит, мне имя Раиса. И пишет, крещение приняла. С полным погружением добилась. И говорит, я теперь настоящая православная. Все знаю. Говорит, у меня иконы есть. И молюсь. И утренние правила. И все. Вот как Бог действует. Тут никакие семинарии Академии не помогут. Другой пишет. Я пресвитер. Там называют какая-то новая жизнь или что-то. Все книги мои покупают и проще. Православным делаются. Бог касается. А как? Не знаю. Это труд Духа Святого. Вот мы приезжаем. Виктор Николаевич знает. Нас всякими путями были. Места задерживают. Вот что-то там. Подождите маленько. Она, оказывается, созвонилась. Все библиотекарь в городе, что ли, собирают. Ты помнишь, сколько? А мы в это время там. Чтобы сказать им проповедь. Чтобы рассказать о Христе. Незнакомый человек так ратует, заботится. О своей рядом говорится. О злости лопается. Миссия, миссионер, это труд Духа Святого. Это не два таланта. Разобрать, что означает слово завтра. Завтрашний день, что родить ты не знаешь. И христианц говорит. Здесь другое. Это чувствование во Христе Иисусе. А как это? Павел не мог объяснить. Я не до сих пор не могу найти толкования. Павел там собрался идти в миссию. Но Дух воспрепятствовал. И Павел стал товарищем. Ему видение-то было. Говорит, нет, мы туда не пойдем. Так мы пошли, уже дали телеграмму. Позвонили по мобильнику. У нас там ждут. И ничего. И на сегодняшний перевожу. Павел говорит, давайте пойдем теперь мы вот в это место. Нам надо в Молдавию. Сунулись. Дух Святой ему говорит, нет, не пойдете. И он, да как же так? В тране были. Не пойдете. И он говорит, ну тогда что, будем сидеть молиться. Не знаю, куда идти. Он не знает. И вдруг ночью апостолу Павлу видение было. Я не знаю, какое. Но я знаю, какие эти люди. И как они выглядят. Югославы. Явился муж македонянин. И говорит, приди к нам и помоги. Он встал и говорит, в Югославию идем. Помощь нужна. Там нас ждут. Там уже все готово. Их квартира и прочее. Идемте, братья. И отправился. Это Дух Святой. Это Дух Святой. Никакие миссионерские отделы этим заниматься не будут. Они только натравлют, как дворки друг на друга. Сейчас пишут везде. Липовый профессор. Шарлатан. И все это показывает. У него ни звания нет, ничего. Прокуратура дает опровержение. Он говорит там статистика. Все ложь. Одна ложь. А его учили в Израиле. В Америке. Заслали. 20 лет разрушал все. Натравлил людей друг на друга. Помолитесь о нем. Александр его звать. Леонидович. Он никогда не видел меня. Его в университете у нас занятия наши пошли брать и его пригласили. Он сразу говорит, это Игнатий, это псевдоправославный. То есть он. Вот сектовед. Он говорит, такой должности-то никогда не было и нет. То есть он может сказать, сколько человек каждую минуту делается свидетелями Иегова. Статистика. Ну еще из этого. Ну узнал. Я знаю, что 18 тысяч абортов каждый день. 18 тысяч. Сегодня уже 20 тысяч. Каждый день. Еще из этого. Вот Рамзан Кадыров. Да, вчера мне и говорят. Знаете, на меня говорят. Он говорит, действует как Рамзан Кадыров. Я его очень уважаю. Имею благодарность этому. Чеченский глава. Он первый сказал президенту. У нас президент один должен быть. Глава администрации. Отменили везде этих президентов. И он сейчас издал закон. Запрет абортов. Ни одного аборта. Подсунут их сразу. Сейчас другие это смотрят. Может и хотели бы, да опоздали. Он везде первый. Он как щит там от запада, откуда идут. Он говорит, а ни один не пройдет здесь. На него покушение уже сколько было. И Бог его хранит. Молитесь. Рамзан звать. Ну, тут у нас написано Рамзес. Это Рамзан. У Васина отца-то и тоже был Рамзес. Понятно? Считай дальше. С 6 по 8 стихи. И услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, встаньте и не бойтесь. Возведя же отче свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. Толкование. Будучи не в состоянии выносить облачный свет и глаз, ученики пали на землю. Глаза им были как бы отягчены сном. То есть, они лишились чувств от видения. Чтобы продолжительный страх не уничтожил памяти о видении, Иисус пробуждает и ободряет их. Но уже остается один, дабы ты не подумал, что глаз был о Моисея и Илии. Он относился только к нему, ибо он сын. Ну, какие мысли-то возникают? Оживите это своим присутствием, что вы там на горе. Где-то там немножко в сторонке и все это слышите. И о чем подумаете? Язычники, которые допрашивали христиан, они говорили, это все они делают волшебством, колдовством. Они не верили. Христиане терпели такие муки, как Екатерина, великомущенница. Вот представь, колесо огромному привязывают, тело растягивают. Она вот так выгнутая вся. А теперь колесо поворачивается, а внизу там крючки разные в полу шили. И они куски мяса отрывают. И они все это терпели. И Бога славили. Язычники говорили, они как деревья, говорит, еще не чувствуют. Ну, представь себе, Агафьи там жарят на костре. И она говорит, один Бог уже полностью испекся, переверните на другой. Ешьте шашлык. Ой, да у тебя дрова-то какие-то сырые. У моего отца много. Иди попроси ему, чтобы жарче развел. И смеялись еще над мучителями. Это жития святых, по Дмитрию Ростовскому говорится. Они были очень ревностные. Вот мы с ним Иван. В честь Иванов, почему? Потому что много Ивана Рыльских. Его мало кто знает там. И Иоанн Новгородский, Иоанн Постник. Ну, чем они отличаются друг от друга? Ну, Иоанн Постник. Что у него было? Ничего не знает. А этих Иванов-то не два, не три, а сорок семь в году. А Наталья только одна. Наталья одна. И муж его был, как звать? Адриан. Он-то обратился попозже, а сами молоденькие. И его арестовали. Уж она до того радовалась. У меня Адриан теперь мученик будет. Свой мученик. Я с ним привыкла так, он хороший. Теперь я прямо буду говорить, Адриан, помоги. И вдруг она в окно смотрит. Адриан идет. Как она соскочила, ни на встречу побежала, ни на шею бросилась. Она все запоры заперлась. Он подошел, а он у страшника отпросился. Я там не успел маленько проститься. Тут у меня золотишко где-то было. Отдал. Отпустили. Пошел отсюда, нечестивый. Я знал, а вся ваша подлая природа такая, трус презренный. Она через дверь его там начала обращать. Наташенька, пусти, я на время. У меня времени нет, я должен через час вернуться. Так ты вернешься назад? Ну, конечно. Тогда дверь открыла ему. И теперь последнее. Еще делали. Волосы остригли, чтобы под мужчину сойти. И там стражнику золото дают. И вот на казнь вывели. И она стражнику еще деньги дает. Казните моего Эстендриана первого. Первого. И когда он на небе будет, другие будут казнить. Он их там принимать будет. Вера-то какая-то фанатики. В последней степени. И вот как, представь, на наковальню кладут руку. Представь себе. Замосят топор там. Колун бьют. В руках кровь. Кость хрустнула. Вот сознание помутилось. Андриан, Андриан, по щекам. Открой глаза. Если ты не будешь чувствовать, награды не будет. Чувствуй, Наташа. Скорее вторую руку подставляй, пока кровь не вытекла. Вторую. Еще сознание есть. Андриан, ты ногу еще, чтобы отрубили. Ты и за ногу получишь награду. Это же она-то какая вера была. Молоденькая. Вот Наталья-то какая. И поэтому Наталье-то последовало, видимо, мало кто так есть. И поэтому другие Натальи-то не оказались на уровне. А сегодня, куда, говорит, не брось палку, попадешь в Наташку. Вот надо подражать Наталье и Андриан. А ты, Андриан. У них было так. Когда одного арестовывают, а жена дома присчитает. Взяли моего Алешку. Ой, крики, крики. И да кто же вас теперь считать-то будет. И по-славянски церковному ты считал. И никого-то нету. И стоит и присчитает. Присчитает-то ни о чем. Потому что никто теперь не озвучит эти книги. Как мы должны это понимать? Бог и царство. Не вот это обман. Истоки царства небесного. Истоки небесного отечества во Христе. Когда за Христа умирают. А здесь ты хоть, ну, 10 раз лучше давайте будем жить. Ну, давай у тебя будет тысяча, не одна корова, а тысячу. Да было тысячу жену Соломона там, невесты. И Сярнов умер. И никто руки не подставил. А у князя Владимира две тысячи было. Две тысячи. Даже две тысячи мух в комнате, и то это много. А это женщина. Но у них ни имена, ничего не знал. Зачем ему столько? Наступил час, все кончилось. И все, червь все истощил. И поэтому не радуйся, что тысячу лет прожил. Что тысячу городов построил. Радуйся, если душа твоя со Христом. Не радуйтесь тому, говорит, что бесы вам повинуются. Христос говорит, а радуйтесь, что имена ваши написаны на небесах. Там прописана домовая книга. Там. А Моисей однажды, как увидел, что народ истребляется, Господи, и меня изгладь из книги жизни. 32 глава, 32 стих, исход. А Господь говорит, кого изгладить, изглажу. Я изглажу. Мне не надо показывать, командовать. И все. Считай дальше. 9 стих. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря, никому не сказывайте о всем видении, доколе сын человеческий не воскреснет из мертвых толкований. По смирению заповедует никому не говорить о видении. Имея в виду и то, чтобы кто-нибудь, услышавший об этом, не соблазнился тогда, когда увидят его распятым, приняв его за обманщика, который только призрачно совершает дела, свойственные силы Божией. Когда найдешь человека, светло представляющего мысль Писания, то пойми, что он ясно видит лицо Иисусова. А если, кроме того, этот человек и объясняет самое выражение мысли, то видит и самые белые ризы Иисусовой, так как выражение мысли и есть ее одежда. В каждом храме, в каждой церкви должны быть глубоко верующие проповедники, изъясняющие смысл Писания, умеющие бороться с волками-ретиками. Эти знания должны быть у каждого христианина, тем более в наше время, когда можно достать, приобрести книги, истолковывающие смысл Священного Писания. Все, комментарии закончились. Еще есть, да? Часовые занятия? Сейчас комментарии еще. Комментарии, продолжение. Столько же разных видений про отшельников и молчальников, как они видят Иисуса и Божию Матерь, дающих им советы. Как не вылазни, спрятаться вглубь земную от окаянных людишек. Но такие указания могут давать только нечистые духи. Бог же показывает. Когда найдешь человека, светло представляющего мысль Писания, то пойми, что он ясно видит лицо Иисусова. А если, кроме того, этот человек и объясняет самое выражение мысли, то видит и самые белые ризы Иисусова, так как выражение мысли есть ее одежда. То есть, повторить, вдолбить и показать. То есть, пошло не тем путем. Как бы ни говорили о чем-то, если это не по Евангелию, то умеет вовремя отойти и сказать, что это не так. Это не так. Вам иногда звонки поступают на телефон и не знаете от кого, не отвечаете. Деньги все снимут сразу. Обратный звонок не делай на того, кого не знаешь. Не делай. Позвонил, он бы стал говорить, ты говори. Тогда говорить можно. Но позвонят так. Абонемент просит вас перезвонить ему. Или еще что-то такое. Деньги сразу снимаются. Все, сколько бы ни было. Не отвечай. Мне вот сегодня один как раз это говорит. Так, в какое время вам удобнее переговорить с вами? Владимир Томчарных. Еще я. Прихнулся, мне деньги не лишние. Ну и пусть говорит. Или далее. Мы уже выехали, у вас остановиться решили тут. Выйдите на нас, поговорить надо. Ну тебе надо, ты и звони. Нет, не звонит. Брях ему раз, другой. Я в черный список и на этом кончилась. То есть люди этим живут, обманом. Телефон позвонили. Ты можешь разговаривать. Но если он говорит, ты мне перезвони. Этого нельзя делать. У него номер там есть. Почему такая система, я не знаю. Деньги сразу можно снять. Я вам сказал. Не ахайте, когда придете, что счет за счет. Деньги закрыт. Ничего нет. Иногда прям неоднократно звонят. Ну вижу, что наглеет. В мусорный ящик его. Вопросы. Так. Мы сейчас пойдем к нам. Сидеть негде. То на полу, то на койке. И посмотрим. И с комментариями будет объяснено. Меня попросили в интернете. Но комментарии после просмотра. Потому что если этот фильм буду я показывать и проще это. Мне будет предупреждение в ютубе неведено убрать и проще. Потому что в ютубе деньги платят за то, что у тебя реклама. На днях один выходит и говорит. Давайте сделаем так, чтобы на вашем канале распространялась реклама. Я не понимаю ничего. Вы будете деньги получать. А мне тут же ответили. Да у вас реклама все время. Когда бы не открыл реклама. Ты можешь закрывать рекламу. Но реклама. Машины продаются. Там стиральный порошок. Или что-то. И за это насчисляется. Ну копейки там. Копейки. Но набегает много. Мне сейчас говорят. У вас опять 100 долларов. А 100 долларов. Это 7000 рублей. Это. И ни за что. Только за то, что я работаю там. Никакой. А один из таких самых популярных роликов у меня. Он называется. Как хорошо жить в деревне. Вот. А бывают такие ролики. Ну совсем маленько. Ноль. Там с чем-то. Центы. Даже не доллара. Недавно у меня один человек. Который помогает. И говорит. Там накопилось 150 долларов. Что делать-то? Я снял их. Он доступ имеет. Я снял. То и бери. На свои нужды какие-то. По нашему сайту и прочее. Еще сообщает. И правда. Сейчас посмотрел. Опять там набегает уже. Что-то есть. Почему? У нас посещаемость просмотров 3 миллиона 500 тысяч. 3 миллиона 500 тысяч. 4 с половиной тысячи подписчиков. Нас уже система перевела в СМИ. Средства массовой информации. Тут надо вести себя осторожно. Никаких других. Сами никакой рекламы мы не выставляем. Создавая отдельный ролик. Я возьму его и помещу. У нас хорошее отношение с Сергеем Пупковым. Он решил разместить рекламу о собаках. Об обучении. На нашем сайте или где-то. Никак. На форуме открывай. На форуме. Свою страничку. И там теперь он все это открыл. И показывает. У него много-много соревнований ездит. И потеряет. И как. И прочее. Его там один раз дали собаку. А он собаку жестко обращается. И бьет ее. Там дергает. На него как обрушились. Ты у шлепок. Там его такими словами. Да тебя в решетку с этими ширями посадить. Да под задницу пинкать. Мудак там на разные. Я смеялся. Я тогда рассказал, что у него заброшенная собака. Одна жена разошлась. Муж Павел. Всего слов. Вот. И он на память я оставил ребенка и кобеля вот этого. Брошенный. Его надо ввести в ветеринарный пункт. Там укол надутый умрет. И Сергей из него сделал чемпиона России. Из Кафедерации. Чемпиона России. Который с нами ездил. Значит, Сергей чего-то стоит. Я занимался с одной собакой. А у него пять собак. И он положил как мертвый. И кот был, и кота уложил. Все лежат. Ноги вытянули. Батюшка говорит, да хоть они живые. Хоть он говорит, живые. Я одну не могу положить. То есть он занимается. И за это получает деньги. Не просто так. Один час, допустим, он занимается. Четыреста рублей там или сколько. Люди учат собак. Местный велиционер Кочинский ему давал собаку. Он ее дома держит и тренирует. У него большие связи. Он ездит везде. Вторая собака. Она такая у него зертлявая была. Чемпионом России стал. Алтайского края или Сибири стала. Верный пес. Но это между прочим. И самого себя надо тоже держать. Тренировать, дрессировать. А то я уже с кем-то говорю. Договорились. Рано вставать. В 4.40 мы стоим. Уже несколько раз подхожу. Утром к окну нету. А Свету спит мой друг. Одна встреча должна быть с Господом. В одно время. Утренний подъем. Ведь долго спите. Но у Сибири вообще любят спать. Долго. Это уж не секрет. Вставать надо рано. Кто рано встает, вы знаете. Бог дает. Еще не надо больше. Все сказано. Поблагодарим Богу. Так я не упрек говорю. Просто тренировать надо себя. Раньше ложить. А я поздно лег. Раньше ты утром встанешь. Не торопясь, поборешься. Не торопясь, почитаешься. Я не ловил ситуацию. Рану я не дай. Рано вставать. В одно время в семье должны быть все. А потом ты можешь опять. У меня были студентки живы. А потом лежат спать, отдыхать. Помолиться. Помолиться. Одно время для молитвы. А остальное дело. Достойно. 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 Я Бога. Слово. Родшую. Сущую. Богородицу. Тя величаем. Господи Боже наш. Мы благодарим Тебя. За это тихое и мирное время. Которое Ты даешь нам. Слава Тебе, Господи. Благослови путешествующего. Протарея Кима. Возврати его домой в мире. Положи нам на сердце, Господи. Как нам действовать. Как нам поступать. По слову Твоему. Слава Тебе, истинному Христу и Богу нашему. За все вовеки. Аминь. Благослови Кирилла. Дай ему мужество. И сохрани от всякого зла. От посягательства на его жизнь. И врагов обрати. И наведи страх Твой на них. Тебя слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Слава Тебе, смотрите, какая рыба водится в нашем труду. Сейчас я только что поймал. А вот не скажем. В лагерном. В лагерном. В лагерном. В лагерном. В лагерном труду сейчас только поймал. Василиса двух таких поймала. А мы одного. Да, вообще, вещь невероятная. Идея. Ну-ка, покажи. Размер какой. Поскольку. Грамм по 400, наверное. По 400 грамм. Так, посмотри. Если у нас благополучно будет, то на следующий год на 70 сантиметров воду поднимем. А там на 20 с лишним метров. Везде можно будет развести рыбу настоящую. Какую зелькань. Боя-то зелькань. Боя-то зелькань. Боя-то зелькань. Боя-то зелькань, а этот простой, наверное. Но их надо отпускать или ловить. Ну, не знаю. Можно, наверное, уже. Ну, ты первый. Да нет, Василиса уже двух поймала, а мы одна блог. Василиса? Да. У вас теперь новое название – блогер. Я, ну как, я в интернете не просто я блогер. Я благодаря хорошим модераторам, администрации, такой технике.